Добрый вечер, РФТУФ. Сегодня вы послушаете новости на легком иврите. Это будут новости 21 июля 2020 года. Сначала я прочитаю текст новостей, а потом разберу почти каждое слово. Здравствуйте. Вы слышите новости в Иврите Калах. В начале новости в Иврите Калах. Сурия. 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 Сури И теперь разберем. Шалом. Здравствуйте. Вы слушаете новости на легком иврите. Сначала новости из-за границы. Худс ла арец – это вне страны. Вне к стране дословно. По смыслу заграница. Мэ худс ла арец – из-за границы. Сурия. Название страны – Сирия. Мишилу – кто-то, такав, атаковал, басис, база, цваи, военный. Слово басис мужского рода и прилагательное в форме мужского рода. Цваи, военный. Кто-то или некто, кто-то, атаковал военную базу. Мега-авир. Авир – это воздух. Мега-авир – с воздуха. Кама-хаялим. Несколько солдат. Обратите внимание, слово «кама». Это может быть «сколько» или «несколько». По контексту мы понимаем, как его перевести. В данном случае «кама-хаялим» – «несколько солдат». Невцы-у были ранены. Получили ранения. Украина. Название страны. Баир-Луцк. Ир – это город. Баир-Луцк в городе Луцке. «Миши-у» – «кто-то», «тафас-отобус», «схватил» или «поймал». «Тафас» может также переводиться как «захватил». «Захватил автобус». «Им-ханус-им». Слово «носы-а» мы знаем в значении «едет». При этом, если мы к глаголу прибавляем определенный артикль, то мы превращаем глагол либо в прилагательное, либо в существительное, в причастие. То есть уже не глагол. И, соответственно, «анус-им» по смыслу мы переведем как «пассажиры». Но «се-а» – это «едет» или «пассажир». «Анос-им» – «пассажиры». То есть в городе Луцке кто-то, некто, захватил автобус с пассажирами. Имеется в виду пассажиры этого автобуса. «Вэм-меа-ем» и «угрожает» «Ба-рэцах». «Рэцах» – это «убийство». «Угрожает» чем? «Убийством». И угрожает убийством. «Вэ-ах-шав-хадашот-ми-исраэль». И сейчас новости из Израиля. «Шабак» – это аббревиатура «Шерут-бетахон-клали». И я сейчас не буду рассказывать, как эту аббревиатуру понять. «Шабак» мы переведем как «Служба государственной безопасности». По смыслу «Служба безопасности Израиля». Примерно так. «Тафас» – «схватил», «поймал» – слово «шабак» – мужского рода. «Шабак» – «поймал». «Мехаблим» – «мехабель» – изначально это «диверсант». Но используется в обычной речи и в том числе в языке новостей, в высоком стиле, также иногда, используется в значении «террористы». «Диверсант» или «террорист». То есть «поймал» – «террористов». «Шекеблю» – «ораут», «которые получали». «Кеблу» – «получали». «Ше» – это «что» или «которые», «которые» по смыслу мы переводим. «Которые получали». «Ораут» – «инструкции». «Ме Иран» – «из Ирана». «Вератсу лаосот пигуа» и хотели сделать «терракт». «Пигуа» – это «терракт». «Бе Исраэль». «В Израиле». Я прочитаю это предложение еще раз. «Шабактафас мехаблим», «шекеблю ораут мейран», «вератсу лаосот пигуа». «Бе Исраэль». Следующее предложение. «Овдим социалием». «Овдим» – это «работают» или «работники». Мы переводим по контексту. То есть в данном случае «Овдим социалием» – это «социальные работники», «социальные служащие». «Работники социальных служб». «Ме Аймим» – «угрожают». «Башвита». «Швита» – это «забастовка». «Угрожают чем» – предлог «бе» может использоваться для образования творительного падежа. «Чем». «Угрожают чем» – забастовкой. «Мипнейше гем» – «потому что они» в языке высокого стиля, и можно в разговорном обычном языке тоже использовать. Словосочетание «мипнейше» как «потому что». В обычной речи мы еще используем слово «ки». В новостях, как элемент высокого стиля, «мипнейше» использовали мы сегодня. «Мипнейше гем» – «потому что они» «мекаблим» получают «маскорыт ктана» – «зарплату маленькую». Слово «маскорыт» – это «зарплата». И обратите внимание, здесь тот же корень, что в слове «схерут», например, мы знаем. «Схерут» – «аренда», «аренда жилья». Или, например, «сохер». «Сохер» – «арендует что-то». «Маскир» – «сдает в аренду». Тот же корень. И последнее предложение. «Телем». «Телем» – это название нашего поселка. «Машкухита» – «тафса маком». «Машкухита» – «заняла место» или «захватила место». По смыслу мы переводим. То есть слово «тафса» можно еще перевести как «заняла». И отсюда слово «тафус». «Тафус» – «занято». Чтобы было понятно, о ком идет речь, я покажу. «Машкухита» – это козочка на дальнем плане сейчас. И вот она заняла место возле стенки. Место нашей главной козы Мини. И Мини, как добрая хозяйка, она, в общем, не возражает, как вы видите. И это снято ранним утром. Они еще, в принципе, спят, козы. Итак. «Машкухита» – «тафса маком». «Шель» – «Мини». «Машкухита» – «заняла место» «Мини» – «Леяд Акир» возле стенки. Такие сегодня новости. Я надеюсь, что это было интересно и понятно. Спасибо за внимание. С вами был Марк Харах. «Лейтраут». До свидания. До свидания. До свидания.